Феминистки, one love, киски, узники совести. И мало кто, естественно, обращает внимание вот на эту мемориальную доску. Низкопоклонничество перед Западом, а если бы Сталин бы воскрес, он бы просто вот там бы удавился. Пиндюривали. Он был обложен мешками с хлопком. Вот эта история меня просто убила. В прошлый раз мы здесь были все в Оранжевом. Я предлагаю уйти немножко с солнца, с этого жгучего петербургского солнца. Читал новость, в Финском заливе вода прогрелась, и теперь она горячее, чем на Черном море. Я подтверждаю, я купаюсь там периодически реальным теплом. Так вот, мы в Оранжевом ходили Тудысь, а теперь мы пойдем вот Тудысь. Более того, мы Тудысь уже ходили с гитаристом группы Сплинт Стасиком Березовским, но там мы говорили в основном про его жизнь, и я эту ссылку помещу вниз. А сегодня у нас такой очень обстоятельный разговор про электрификацию. Электрификацию страны, в том числе про программу ГЛРО, которая имела отношение несколько людей. Вот этот вот человек, он нам еще понадобится сегодня, да, Попов, который вроде как изобрел радио, а вроде как не изобрел, потому что там в Америке, если вы спросите, кто изобрел радио, вам ответит Тесла. Даже не Маркони. Хотя хотелось бы, конечно, Маркони сказать на французский монет. Хочу зачитать вам одну фразу. В напряженной динамической игре ступенчатых масс создает тон глухой, без окон косоугольный объем с изогнутой стеной. Вот учитесь писать кримические книжки. Значит, у нас здесь декалин совета по проекту Левенсона, чуть не сказал имени Левенсона. Раньше здесь был вообще роллер-дром, как бы мы сказали. Там тут на роликах катались. Так вот, главный прикол этого здания заключается в том, я, по-моему, говорил уже в предыдущем видео, что если мы туда посмотрим, мы увидим, что оно немножко недоделанное. Я вам хочу показать изначальные проекты. Вот. Как это должно было выглядеть. Здесь должна была башня быть. Причем это вот три варианта с разным остеклением объема основного, да. Но башню тут так не достроили. Поэтому здание немножко кастрированное. Левенсон, конечно, очень сильно хотел. Пойдем сюда. Очень сильно хотел, чтобы эта башня так и была достроена, но не дали ему. И в итоге мы вот имеем то, что имеем. И здесь главный прикол заключается в том, что там на фасаде есть один-единственный одиноко примастившийся балкончик. Ну, видать, Левенсон отыгрался за отсутствие башни. Хотя я думаю, что, конечно, на тот момент, когда он это все проектировал, он еще не знал, что башни не будет. Более того, мы, если посмотрим, собственно, в проект этого здания, то мы увидим, что действительно вот здесь в проекте есть один-единственный балкон. Вот тут мало-мало-мало еле заметный. А вот здесь, видите, сплошное остеклянение, здесь полоса. Здание это было потом переделано, перекроено. Сейчас это центр всякой торговли, самой разной. Вот мы с вами идем к станции метро Петроградская. И над ней раньше был один из двух домов МОД в Ленинграде. Самый главный находился на Невском проспекте, в доме Мертенса нынешнем, о котором можете прочитать, кстати, мои путеводители. А здесь был второй. И вот если вы помните вот эту прекрасную сцену с Мироновым из фильма «Бриллиантовая рука, брюки превращаются», вот примерно так оно и было. То есть люди приходили как на спектакль, на модный показ, потому что одежда вся была однообразная в магазинах. И, естественно, вот эти все показы, они выглядели как нечто, как вообще сказать, перфоманс. Вот здесь вот. Но мы с вами пойдем налево. И я, по-моему, рассказал уже эту историю потрясающую от Гены Гибалевича. Это человек, который работал в 70-х годах манекенщиком. И он мне говорил про вот историю, которая случилась с ним здесь. Он пришел, надел костюм, и брюки у него спадают, а ремня нет. Ему, соответственно, костюмер сорвала какую-то грязную бельевую веревку с окна и подвязала просто эти брюки. Говорит, ты только этот пиджак не расстегивай. Ну и он выходит на подиум, а у них же уже все отработано до автоматизма. Соответственно, он выходит, расстегивает, откидывает в полу пиджака, а там вот эта грязная бельевая веревка. Такой-то прикол в том, он говорит, что все решили, что так оно и надо. Ну что, это такая вот задумка. Но сейчас, конечно, этой бельевой веревкой бы никого не удивили, потому что у нас чего только нету на подиумах, особенно в разных Франциях. Вот это вот изнанка этого здания. То есть здесь уже можно было не заморачиваться. Вот этот вот полукруглый объем, он как раз содержит в себе зал, где проходили эти замечательные показы. Здесь у нас вот такая приплюснутая вент-шахта из бомбоубежища. И вот можете для сравнения посмотреть вот тот выпуск с Березовским, потому что там мы застали на самом деле прекрасные надписи, абсолютно экзистенциальные, которые были нанесены на флигель, который принадлежит ныне театру имени Миронова. А сейчас их там нет. То есть сейчас все покрасили, превратили, соответственно, в должный вид это все. Это двор не проходной, как бы, но, тем не менее, здесь обычно можно встретить бухающих людей. Видите, как жарко в Питере? Все окна открыты, бедный народ изнывает. Поэтому, конечно, у кого есть возможность выехать за город, те в счастье. Вот здесь вот все было исписано, теперь здесь желтая стена. И лежала киса. А вторая? Две, три, четыре. Сколько у вас там? Сижу за решеткой. Темница сырой. Дай-ка я с ним. Киськи. Узники совести. Так вот, я вам хочу зачитать один документ. Дело в том, что если мы будем говорить про большевиков, то мы вспомним знаменитую фразу Ленина. Мы пойдем другим путем. Она означала то, что... Вот нас даже из окна снимают, господа с Южной губернии. Она означала то, что мы не будем прибегать ни к терроризму, ни к каким вот этим насильственным действиям, которыми была известна, например, партия ИССР. Так вот, у Владимира Ленина есть полное собрание сочинений, которые сейчас можно найти в интернете. Если мы посмотрим том 11, начиная со строчки 340 по 342, то мы там можем встретить в следующие строки. Значит, этот том посвящен организации боевых отрядов. Особенно во время вооруженных восстаний. Мы выходим вот сюда. Сейчас мы, пока я буду рассказывать, мы будем обходить в вот это замечательное здание по проекту Белогруда. Оно выглядит абсолютно как средневековый замок. Ну, это была вот эпоха таких романтических настроений. А вот там раньше было заведение Терезии Альденбургской для девочек. Ну, опять-таки, фамилия Альденбургских, она из советского контекста, фамилия, эта фамилия была абсолютно вытравленная. Хотя под их патронатом находилось очень большое количество благотворительных заведений. Задачи отрядов революционной армии. Вот как это называется. Значит, ну, на 340-й странице мы можем прочитать про тактику боев, что там нужно вооружаться и даже лить кипяток на, соответственно, жандармов и полицию. Самое интересное начинается затем. Какие есть пункты? Добыча оружия, добыча средств на восстание, конфискация правительственных денежных средств. То есть, имеется в виду, что нужно идти и не грабить. Грабить тогда не говорили. Говорили экспроприировать. Экспроприировать государственные средства в банках, в различных учреждениях и так далее. Беспорядочный, неподготовленный мелкий террор может, будучи доведенный до крайности, лишь раздробить силы и расхитить их. Это верно. И этого, конечно, нельзя забывать. Но, с другой стороны, нельзя ни в коем случае забывать и того, что теперь лозунг по стане уже дан, по стане уже начато. Это было начато. Это было в 1905 году написано. И дальше самое интересное. Начинать нападение при благоприятных условиях не только право, но прямая обязанность всякого эволюционера. Убийство шпионов, полицейских жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных средств для обращения их на нужды восстания. Такие операции уже ведутся везде, где разгорается восстание. Каждый отряд должен помнить, что, упуская сегодня же представленный всеудобный случай для такой операции, он, этот отряд оказывается виновным в непростительной бездеятельности и пассивности. А такая вина есть в величайшее преступление эволюционера в эпоху восстания. Величайший позор для всякого, кто стремится к свободе не на словах, а на деле. Ну, здесь мы имеем, опять-таки, историю про контексты. То есть, когда дедушка Леон говорит, что это окей, надо грабить правительство. Если бы это говорил кто-нибудь другой, ну, наверное, это трактовалось как призыв, собственно, к насилию, который подпадает под все возможные статьи Уголовного кодекса. Но дело в том, что если мы хотим этим заниматься, нам же нужен какой-то человек, который это будет делать. И вот сегодня я вам расскажу про этого человека. Вкратце, правда. Здесь у нас уникальный случай. Я обязательно потом сниму проходку. Что, котята? Ну, они пугливые обычно. Чего ты сюда пришла? Вон, смотри, засел. Ну, конечно. Ну, мелкие, потому что. Посмотрите вот на это уникальное здание. Это сохранившийся гараж дедуляционной эпохи. Обогреваемый, видите? Две печных трубы. И до сих пор действующий, как гараж. Здесь мы видим, как он был усилен в свое время, чтобы не разваливался. Это вот вечная тема с петербургскими такими контрфорсами. Вот, видите, тоже. Ну, и вот здесь тоже у меня есть любимый мой двор. Я уже один раз подтягивался на публику. Второй раз не буду это делать. Хотя здесь висит очень удобный турничок. Ну, хоррэ уже. Мне еще экскурсию сегодня не водить. Я старый, да. Я старый, больной, импотент. Не нужно от меня ждать многого в этой жизни. Вот. Прекрасно. Господи, у меня аж язык высунулся. Бедненький. Тебе жарко? Вот. Один из прекраснейших закутков счастья. Видите, окна в окна. Кривые щели. На первом этаже окна за решеткой. Все, как мы любим. Здесь коммуникационный тип. Ну, и такой небольшой кусочек Махачкалы в Петербурге. Ну, вы знаете, что на Кавказе, в некоторых городах, там целые комнаты вот так вот надстраивают на подпорках. Вот, видите, люди организовали себе балкончик. Красиво остекленный. Да все уже, уймись. Не любят они тебя. А знаешь, почему? Потому что у тебя вот такое лицо. Скорее похоже на тебя. Ну, здесь двор более симпатичный. Здесь люди пытаются его озеленить, как могут. Видите, плющ растет. И такие три елки замечательных. Это не елки, точнее, но просто три растения. Ну, вот, можно попробовать сделать красиво, если постараться. Да, то есть даже такой убогий вид трешевый как-то преобразить. Ну, большой респект тем, кто здесь этим занимается. Значит, одним из главных героев нашего сегодня представления будет Леонид Борисович Красин. Этот человек уникален тем, что он был главным финансистом. Пойдем быстренько перейдем, пока зеленый свет горит. Главным финансистом партии большевиков и главным техником, который, собственно, обеспечивал всю работу так называемого боевого центра, осуществлявшего вот эти самые экспроприации и теракты. Особенно во время вооруженного восстания в 1905 году. Но он же параллельно был одним из топ-менеджеров, работавших на большие компании, например, Сименс и Шукерт. Я думаю, фамилию Сименс вам не надо напоминать. У меня, соответственно, есть несколько книг с собой. Значит, вот есть вот такая вот книга. Это Анна Гейфман. Реаллевационный террор России. И здесь есть, собственно, фотографии этого Красина, когда он был под арестом. Это из полицейской, соответственно, сводки. И если мы посмотрим на различные сноски, которые потом даются в виде документов, то здесь мы можем встретить упоминание о том, что Красин мечтал создать бомбу величиной с грецкий орех. И, возможно, мы подумаем, что Гейфман писала это в Штатах, и проклятые пиндосы заказали ей очернить прекрасное революционное движение. Ну, вот у меня книжка 1968 года, автор Кремния «Жизнь замечательных людей». И здесь есть... Я к ней сегодня буду прибегать, потому что это такая маленькая шпаргалка. Здесь есть потрясающий пассаж. Это диалог еще молодого Красина с одним из его несостоявшихся соратников. То есть, лукаво-чуре, спрашивает Красин, если бы неуклюжие и громадные бомбы Кибальчича, имеется в виду те бомбы, которыми был убит Александр II, Николай Кибальчич их сделал, удалось заменить маленькими с грецкий орех бомбами, то и террор годил себя. Вот именно, вот именно так. И, это они в буфете сидят, поднимается тост за грецкий орешек, коллега. То есть, действительно, они мечтали создать маленькие бомбы величиной с грецкий орех, которые, ну, они удобные. Идешь по улице, метнул, соответственно, жандарма, и все. И, ладно, жандарма. В каком-нибудь городовом, постовом и так далее. Здесь я вам хочу показать элемент под названием безнадега.ру. Мы пришли в тупик. Да, ну, один раз мы пошли с группой, было открыто, но, вообще-то, всегда закрыто. Тогда нам явно повезло. Здесь такой запах, вот, очень конкретный, канализационный. Жалко, видео не передает этих запахов, как сказала моя экскурсантка в Париже, когда мы записывали их впечатление на видео. Она из жалко, говорит, видео не передает запахов. Потому что, да, в Париже запахи тоже божественные, абсолютно. Значит, Леонид Красин. Я тут прямо вот по закладочкам пойду, чтобы мне напоминать. Он у нас, вообще, конечно, не из Петербурга. Приехал сюда поступать в технологический институт. Да, обладал, на самом деле, недюжинной сноровкой силой. Мог переплыть где-нибудь там в районе Казани в Волгу туда-обратно пару раз. Правда, потребовалось ему на это два часа, но все равно, согласитесь, этого немало. И вот вам, пожалуйста, нравы адолевационной России. Записка департаменту полиции сделалась уволена, что уволен из-за участия в беспорядках из Петербургского технологического института. Он поступил в институт, участвовал в студенческих беспорядках и был оттуда числен с высылкой из Петербурга. Это было обязательное условие. Значит, ну и что он неблагонадежный, сношается с теми, со всеми, значит, просим обратить на деятельность особое внимание. Тем не менее, это не подействовало, и он был принят обратно на третий курс. То есть вот эта вот вегетарианская царская власть, она, конечно, сама себе рыла могилу, то, что, с одной стороны, она, ну, по нашим меркам, действовала достаточно либерально, да, а с другой стороны, тем самым, готовила для себя не самый лучший выход. Значит, да, когда он сидел в московской Таганской тюрьме, он, например, занимался тем, что изобрел для себя собственную гимнастику. Он брал табурет, и вот знаете, как сейчас вот видео-кроссфит самостоятельно, нужно там приседать, там с разными предметами, там и прочее. Вот, крайне, он этим занимался в тюрьме, да, он такой, один из первых религиозных кроссфитчиков. Приседался этой табуреткой, дальше, чтобы ему не пришлось закиснуть в своих переживаниях, он занимался тем, что ему, им полагалось, казенная ложка, вилка, ой, ложка, кружка и тарелка. Он их начищал до блеска, каждый день. Потом он еще ставил эксперимент над пауком. Он его поймал и положил под тарелку, и смотрел, сколько он там выживет. Ну, как бы, чем только не заняться, собственно, в тюремной камере таганской части. Вот это он в молодости, такой юный падаван, да, в форме как раз технологии. Это он уже с бородкой. А вот это он уже в эпоху его, так сказать, революционно-террористической карьеры и менеджерской. А это он уже в советские годы, но до этого мы еще дойдем. Да, тут есть очень хорошая фотография, раз уж мы заговорили об этом. Вот это, кстати, с Воровским. Вот этого Воровского убили в Лазанье. Ему памятник стоит. Есть очень характерная фотография, совершенно... Вот. Леонид Берлисович Крафин играет в гольф. Но об этом мы тоже поговорим. Он был уникальный, конечно, человек, потому что он сочетал в себе природный лоск, такой врожденный, и, ну вот, убеждение в победе революции. Дальнем сюда во двор. Он, конечно, не самый интересный. Нет, он не страшненький. Здесь двор не страшненький. Да. Значит, просто, конечно, тут надо показывать вот эти дома, как они выглядят с Большого проспекта, да, они такие помпезные, с большим количеством лепнины очень часто. А здесь вот такая вот изнанка. При этом, видите, опять-таки, здесь до сих пор сохранились еще древолюционные гаражи. Вот они, которые сейчас используются по назначению. Красин, соответственно, устроился в Баку работать на электрификацию нефтепромыслов. И там он придумал совершенно потрясающий способ хранения нелегальной литературы. Значит, они были в таких специальных емкостях. И если бы жандармы их накрывали, там, соответственно, запускался огонь туда и все просто сгорало. Все гениальное просто. Дальше он занимался транспортировкой, передачей нелегальной литературы. Например, он один вспоминает, что прихожу забирать книгу на почту. и мне выдают вот такой вот том каких-то там зверушек, птичек и так далее и приплет толщиной с палец. Ну, то есть, потому что в обложки вгоняли на поперосной бумаге нелегальщину. Он обомлел, потому что говорит, ну, сейчас, наверное, меня застукают. Но нет, все обошлось. Он там набирал потихонечку вес, становился довольно крупным специалистом, с которыми все считались. и благодаря этому там он организовал подпольную типографию, которая по словам Крупской обеспечивала подпольщиной всю вообще Россию, вот этой подпольной типографии. Здесь, кстати, есть интересный момент, которого я уже упоминал в предыдущей экскурсии. Он был в концерте вместе с Козыренко слушал Фигнер. Поразительно, как расходятся людские пути. Сестра, особо опасная государственная преступница, заточенная в каземате Штетельбурга, брат, баловин славы, кумир публики, любовь царя и гордость императорской сцены. Я рассказывал об этом на Литейном проспекте, показывал дом Краевского, где Фигнер жил. Вот нам надо сюда завернуть на секундочку, потому что, опять-таки, люди ходят по... Вот видите вот эти замечательные дома? Вот в перспективе там этот дом была груда. И мало кто, естественно, обращает внимание вот на эту мемориальную доску. Она эпохальная на самом деле. мне говорится, что в этом доме в мае-июне 17-го года Владимир Ильинин дважды встречался с Л.Б. Красиным. Причем, видите, Владимиру Ильичу сделано, так сказать, уважение. Он написан Владимир Ильич, а Леонид Борисович не удосужился тому, ну, так сказать, не заслужил того, чтобы написали Леонид Борисович, написали Л.Б. Красин. И если не знать контекста, то, собственно, ничего интересного вы не увидите. Но дело в том, что на тот момент Красин с Лениным, ну, то есть, в начале 20-го века они разругались с ним. Очень жестко, и я об этом расскажу. И, в общем-то, Красин одно время был, ну, по сути, одним из главных конкурентов Ленина. И поэтому, конечно, особенно летом 17-го года, когда еще все было непонятно, Ленину нужно было крайне важно привлечь себя на сторону такого известного специалиста. Значит, дальше был совершенно потрясающий эпизод с Верой Комиссаржевской. Она приехала в Баку и устроила такой, ну, вип-концерт для своих в квартире начальника местных жандармов. Мало того, что вход был 25 рублей, это просто чуть больше, чем дохера. Так, еще, соответственно, ее и сверху потом еще накидали, да, поднесли букет из денежных купюр. Но сейчас мы буквально на секунду прервемся, потому что здесь за деревьями, конечно, не видно. Тут у нас один из шедевров конструктивизма. Это здание завода Полив Граф Маш. Вот там вот, да, вот там вот башня такая виднеется. Я вам просто хочу показать, как надо правильно описывать здание. Но я подставлю на самом деле здесь фотографию вот именно советскую, да, чтобы вы понимали, как она была выглядела, как она выглядела изначально. Сейчас она переиначена. Здесь вновь отчетливо проявились черты ленинградского конструктивистского экспрессионизма. Введение криволинейных очертаний в комбинации с жесткими геометрическими формами, противоставление горизонталей и вертикалей. Столкновение контрастных объемов сообщает композицию упругую динамичности вносит в нее напряженную коллизию. А, Кириков, обожаю. Так, мы там, кстати, не перейдем, между прочим. Я все время попадаю на эту удочку, нам надо здесь перейти. Да, но зато как вам, а? Сообщает композицию упругую динамичности вносит в нее напряженную коллизию. Боюсь, что на самом деле если бы я вот так вот вам вещал, через какое-то время вы бы переключились. Но на любой контент должен быть можно я уберу это свой потребитель и здесь вам было показано, да, кстати, давайте книжку-то покажем. Вот это. Это архитектура ленинградского ангарда Кириков и Штиглиц, но на самом деле она была в суперобложке, я, к сожалению, очень варварски обхожусь с книжками, я суперобложки всегда выкидываю, потому что они у меня либо теряются, либо превращаются в ничто. Да. Значит, и Камисашевская этот букет из купюр принесла Красину, он его понюхал и говорит, хорошо пахнет, подпольной типографией пахнет, сказал Красин, да, и действительно на эти деньги они закупили специальный станок вот буквально несколько характеристик, Янукид записал, Владимир Леонидович неоднократно знал все отличительные стороны характера Леонида Борисовича и в высшей степени ценил его. Леонид Борисович великолепнейшим образом умел договариваться с меньшевиками и с эсерами и с представителями кадетской партии и ни секунды не принижая принципы большевизма. То есть, на самом деле, Красин уже тогда показывал, что он был прирожденный дипломат, потому что страсти, на самом деле, внутри фракции кипели нешуточные между Мартовым, Даном и Лениным и по разным причинам. Здесь очень интересно узнать про деньги. Откуда вообще деньги? На что эти все люди жили, например, в Европах? Снимали квартиры, ели, издавали нелегальную литературу. Например, с помощью Горького связался с Цюрюпой и в то время управляющим крупным имением Кугушева в Эфимской губернии. И оттуда стали систематически приходить в Баку значительные суммы. То есть помещик спонсирует партию большевиков. Дальше. Коллега Красина видный инженер-путейец и замечательный писатель Гарин Михайловский также поддерживал партию материально. Однажды, как пишет Горький, он привез ему для передачи Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей. Это просто очень много. Недаром Гарин говорил Горькому вас надо познакомить с Леонидом Красином. Он с вас в один месяц все анархические шишки стащил бы и отшлифовал. Ну и в общем это была такая отличительная черта Красина умение добывать собственно деньги. но уже тогда начались соответственно терки с Лениным по поводу например состава ЦК и вот например на одном из съездов члены ЦК среди которых был человек по кличке Лошадь это был Красин но еще ряд людей вынесли порицание Ленина за агитацию в пользу съезда Носков Красин и Гальперин несмотря на протесты Ленина исключили из ЦК землячка это та самая землячка которая потом отличилась в Крыму благополучно так вот купили они значит это оборудование на типографии договор но они сами не могли ее переправить они договорились с одним из издателей в Баку что он просто на свое имя выпишет за это возьмет процент он согласился когда машина пришла ему так понравилась эта печерная машина новая немецкая он решил не отдавать что они сделали они ночью взломали и вынесли причем мимо проходил городовой они ему говорят проток пособи и тот им помог ее загрузить так вот дальше через актрису Андрееву с Красиным познакомили Морозова Саву Морозова именно Красин воздействовал на него тем что чтобы Морозов давал деньги большевикам и он действительно Морозов очень долгое время этим занимался европейц уважительно назывался о нем Красин рожица монгольская а европейцы прибавил европейцы по-русски так сказать и Красин у Морозова соответственно в имении сделал поставил первую единственную в России паровую турбину то есть на Морозовском мануфактуре и стал очень серьезно на него давить периодически требовать вот эти транши и Морозов в принципе и шел навстречу до тех пор пока не выяснил что во-первых Андреева выражаясь высоким штирем с ним не спала а спала она с Максимом Горьким Морозов об этом не знал когда он об этом узнал у него случился кризис душевный ну и собственно как вы знаете покончил собой была версия о том что чуть и не сам Красин его убил ну это как бы бред сивой кобылы но действительно ходила шутка что была оставлена такая записка долг платежом точка Красин забегая вперед хочу сказать что когда Красин уже стал полпредом в Лондоне про него ходила другая шутка что долг платежом Красин да Красин платить не согласен да потому что естественно на Западе требовали обратно все эти инвестиции все эти деньги которые были влиты в Российскую империю в производство и так далее и которые были просто реквизированы экспроприированы и так далее так вот по поводу собственно экспроприации был план об этом пишется я хочу сказать в советской книжке не вот в этой потому что если я эту начну цитировать тут тут очень тут очень нехорошо отзывается про Владимира Ильича ну как нехорошо просто приводите факты которые неудобны нет я цитирую советскую книжку значит например пришел Игнатьев речь шла о том чтобы похитить со двора гвардейского флотского экипажа пушку Готчкиса ее называли бабушкой и из этой пушки обстрели в Зимний дворец это было крайне актуально во время восстания Красин был целиком и полностью на стороне этого плана дальше у нас было две истории которые соответственно ну одна более известная другая мало известная значит первая история заключается в том что однажды к Красину пришла 17-летняя молодая девушка и сказала что она богатая наследница но не может соответственно отдать деньги партии потому что она ну то есть женщина в революционной России была никто ее звать никак пойдемте вот в этот вортуграем и соответственно ей нужно было подыскать мужа ну в смысле она-то не знала что не нужно подыскать мужа она просто пришла и сказала хочу отдать деньги ну Красин ей сказал что хорошо мы вам подыщем мужа но только вы должны соответственно на это пойти она сказала ради партии я пойду на все это был такой первый первая часть мальдонского балета а дальше он очень активно провернул две супермахинации господи это чайка что ли сидит здесь раненая наверное буревестник революции присел все нормально да вот посмотрите какие нахлобучки возникают уже опосля то есть на самом деле этого входа здесь не было изначально по проекту он возник в ходе позднейшей пристройки ну прямо видно видите аж в окно врезали и вот опять мы наблюдаем картину обратите внимание что вот балкончики ну балкончики да но вот двор он абсолютно непритязательный то есть здесь не нужно было предпринимать никаких усилий для того чтобы привлекать внимание жильцов но если мы выйдем на улицу и посмотрим на этот фасад с той стороны мы вдруг увидим совершенно другую картину вот видите и привычная для нас вот эта вот гирлянда да обозначающая изобилие каждый раз на это показываю потому что очень не любили помещать на фасады чтобы привлекать деньги значит первая история связана с тем что Морозов оставил страховой полис на имя Андреевой она в какой-то момент заболела и он очень сильно распереживался что она может умереть и либо еще у него была версия что он умрет и она останется ни с чем и он оставил страховой полис на 100 тысяч рублей который соответственно она должна была обналичить в случае его смерти Морозов по официальной версии пока еще закончил покончил жизнь собой и начинается судебная возня за этот полис между соответственно вдовой Морозова и Андреевой большевиками нанимается адвокат Малентович проворачивается соответственно махинация и Красин подъезжает на угол Кузнецкого моста и по-моему Рождественки или Неглины я не помню где находился банк Леонский кредит в Москве и там обналичивает этот чек на 100 тысяч рублей это колоссальная сумма а дальше было восстание в 1905 году на Красной Пресне и там стояла фабрика шмидтовская у меня есть об этом отдельный соответственно выпуск из Москвы уже фабрику это разбомбили к чертовой бабушке Шмидт неожиданно вдруг умер в тюрьме у него было колоссальное наследство и вот в этой книжке написано что значит для того чтобы это наследство получить его сестре совершеннолетней Екатерине подобрали мужа Игнатьева и таким образом деньги пришли большевикам точка это все о чем пишет господин Кремнев более того он кстати пишет здесь про этот вексель что там 60 тысяч изначально предназначалось большевикам нет деньги которые были оставлены для Андреевой они предназначались для Андреевой мы тем временем проходим мимо императорского электротехнического института имени университета имени Александра Третьего ну Александр Третий естественно пошел лесом потом в советское время из этой аббревиатуры но мы об этом еще поговорим потому что на самом деле Красин имеет прямое отношение к тому что начало происходить потом в Советском Союзе именно с точки зрения электрификации так вот как было на самом деле значит Игнатьев женился не на Екатерине он женился там помимо Екатерины старшей сестры там была еще младшая сестра Елизавета 20-летняя 21 год это совершеннолетняя в Российской империи и еще был брат значит на брата просто наехал один из большевиков и адвокаты его отказались от посягательства на эти деньги потому что еще они помнили про восстание в Москве 1905 года вот на Елизавете как раз женился Игнатьев а на Екатерине женился другой вчера фамилия Андринакис и когда они вместе с ней уехали в Париж они только поняли а зачем мы будем отдавать деньги большевикам мы сами прекрасно поживем и там были очень жесткие вообще споры стычки был такой суд чести Каменев об этом писал в общем какую-то сумму удалось им получить но они небольшую здесь и сидит мемориальная доска где сказано что здесь в этом институте с 1907 по 1949 год работал крупнейший советский энергетик участник разработки Ленинского плана ГЛРО автор проекта и руководитель строительства Волховской и Нижней Свирской гидроэлектростанции академик Графтион это правда действительно он здесь работал и не только он на самом деле работали многие выдающиеся специалисты в области инженерии и мы сейчас про Аграфию поговорим так вот в итоге деньги были изъяты не у одной сестры а у двух сестер и младшего брата и вот как потом писала Крупская вот этот транш на этой своими словами передаю от соответственно после смерти Шмидта он создал очень устойчивую материальную базу для существования вот действительно после этого уже Владимир Ильич мог выдохнуть совершенно спокойно и все так вот перекидывая мост к финалу нашей сегодняшней экскурсии Красин занимался изготовлением бомб не лично у него были такие два специалиста альфа и мега которые работали в минном классе морского ведомства и которые там под боком у военных делали эти бомбы более того он все мечтал изготовить такую универсальную гранату посылал специально агентов на Балканы где в общем-то всегда кипели так сказать боевые действия и они привезли оттуда бомбы которые назывались македонки вот на основе этой македонки были сделаны свои собственные снаряды которые использовались во время восстания в Москве и в его же соответственно мастерской по ряду данных были изготовлены бомбы человеком по фамилии Лехтинштадт в том числе который кстати похоронен на Марсовом поле о чем опять-таки люди ходят мимо этого вечного огня и они даже не обращают внимания на те фамилии которые вокруг там расположены Урийский Нахимсон Володарский ну и вот этот самый Лехтинштадт и вот этими бомбами была взорвана дача Петра Аркадьевича Столыпина где мы сегодня будем финишировать ну дача это понятное дело не сохранилось но я про это еще расскажу вот соответственно несмотря на авторитет Карасинский его тем не менее он один раз залетел в облаву ну арестовали не его арестовали других людей он там просто попал так сказать под разнос сидел в выборской тюрьме и оттуда филигранным образом ему удалось выйти и сразу же он уехал на запад вот здесь видите во-первых одна мемориальная доска написана изобретатель радио профессор Александр Степанович Попов в 1905 году был первым выбранным директором института то есть если есть какие-то сомнения о том кто изобрел радио то вот здесь здесь у нас написано да безабелляционно что изобретатель радио это кстати не одна мемориальная доска там будет еще одна вот Красин уехал он очень жестко разошелся с Лениным потому что они на пару с Богдановым и потом с Луначарским вот они работали на такой концепции как богостроительство там было богоискательство и богостроительство то есть они пытались поженить христианство и коммунизм то есть они видели в коммунизме большое наследие вот этой вот идеи ну и плюс еще там была история с так называемыми отзавистами я не хочу вот в эту схоластику софистику партийных битв вдаваться чтобы не пудрить вам мозги самое главное они очень жестко разошлись и потеря конечно такого специалиста как Красин была очень серьезным ударом так вот Красин в Берлине поступил как раз на службу вот этой компании Сименса Шукерт и стал там одним из ведущих специалистов и он очень долго искал способ как же вернуться в Россию а он не мог ну потому что он как бы в розыске он государственный преступник и тут соответственно Сименса Шукерт решает организовать в России свой филиал и они ищут официального представителя Красин говорит это я и он въезжает в Россию естественно идет директива что всеми возможными способами нужно не допустить этого человека но он представитель официальной фирмы немецкой и он заезжает у него офис на Большой Морской улице и он продолжает конечно сношение с революционерами но уже не так активно то есть он занимается бизнесом он прокладывает на самом деле электрические сети он ну я не знаю с кем сравнить ну конечно не гугл но вот там не знаю фейсбук вот в России представительство и вот у фейсбука есть глава российский вот вот как бы ну примерный уровень я имею в контексте той эпохи и Красин здесь существует он отошел практически от революционных дел и вот с февраля 17 года и Ленин начинает соответственно ну ему нужны силы и вот тогда-то и устраивает Горький им встречу два раза они встретились с Лениным нашли такие общий язык и Ленин убедил Красина что ну давай кто старый помянет ему глаз вон переходи-ка дружок к нам потому что нам нужны такие специалисты очень важно почему нужен был Красин Ленину значит здесь еще одна мировозка в этом доме жил работал скончался изобретатель ради попов хотел вычеркнуть два раза изобретатель дело в том что когда случилось великая октябрьская социалистическая революция бла-бла-бла у технической интеллигенции было очень ну так сказать напряженное отношение к новой становившейся власти а специалисты нужны были очень нужны и вот Красин стал тем человеком за которым эти люди пошли то есть он ну например своего коллегу я прошу прощения забыл у меня Кларсон в общем он мне почему-то как Карлсон запомнился но нет у него какая-то фамилия вот созвучная ну загуглите да привлек к себе и очень многих то есть у Красина был такой авторитет что и он когда он говорил ну типа если вы придете вот и начнете работать и у вас все будет хорошо то как бы вы не проиграете и действительно очень многие за ним пошли и это была та база на основе которой удалось в довольно короткие сроки в абсолютно ну разрушенной стране осуществить самое настоящее чудо это и радио это и соответственно электричество это вот все да и в данном случае конечно очень в кассу будет упомянуть вот товарища граф всего дело в том что он тоже начинал как железнодорожник но он мечтал о скоростных поездах и он понимал что скоростные поезда без электричества ну никуда а соответственно раз электричество нужно подумать о том как это электричество вырабатывать мы кстати тем временем идем мимо ЛТи нынешнего Ленинградский электротехнический институт а здесь у нас ботанический сад тут вообще-то аптекарский остров названный так потому что здесь изначально выращивали не только лекарственные травы тут масса всего но в основном лекарственные травы но здесь выращивали и фрукты для царского стола в том числе ананасы в шампанском да но название он получил прежде всего по вот этой аптекарской части и он мечтал об этом значит я уже миллион раз об этом рассказывал в городе была проблема в думе сидело большое количество акционеров конной железной дороги то есть это та дорога которая на конной тяге и когда был запретен ну появился трамвай они всячески соответственно тормозили устройство трамвайного сообщения здесь потому что это шло вразрез с их интересами ну и когда уже стало понятно что все дальше нельзя первый трамвай появился он прошел от не первый трамвай шел по Неве нет именно тот уже который шел по земле он прошел от как раз дворцовой площади там у нас напротив Гороховой 2 дома трамвай так вот этот первый трамвай вел Графтио и когда соответственно говорили что вот ведет Графтио да некоторые не 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 расслышав говорили какой-то граф Тио да и потом у него еще пару раз была в жизни такая ситуация когда его фамилию вот путали и он мечтал создать соответственно электростанцию начали разрабатывать проект еще до революции выбрали место на реке Волхов но компания Сименс которая соответственно руководил Леонид Борисович Красин здесь в Петербурге не только ЕО но вообще ему вот этот банкир Путилов вообще предложил возглавить Барановский завод вы вообще можете представить человек блин который осуществлял всю техническую базу вот этих вот боевиков слово боевик здесь кстати употребляется абсолютно на голубом глазу и вообще когда попадешь в музей Красной Пречни то слово боевик там есть скульптура господина Каненкова которая так называется боевик я не помню как его фамилия ну вот опять-таки понимаете как бы вроде как да вроде как нехорошо да убивать грабить ну здесь-то вроде можно нет нет можно вот понимаете как сложно было советским исследователям об этом писать тем более им приходилось просто нагло врать как в случае с этими деньгами Шмидта вот компания Сименс скупила земли по берегу этой реки чтобы да да Волохова чтобы там не построили электростанции ну и в итоге на самом деле когда вот большевики взяли власть к Графтео пришли люди сказали с вами хочется встретить Владимир встретиться Владимирович и Ленин сказал вот все карт-бланш everything for you my baby ну и Графтео думал думал и решил что да он будет это делать это была абсолютно уникальная компания потому что опыта такого не было делали это с помощью таких бетонных кессонов их нужно было подводить очень ровно если бы там буквально чуть-чуть склонился то он просто перегородил бы реку ну и как бы помешал бы там судоходству и все а электростанция была бы построена причем Графтео он заказал даже для пульта управления мрамор из Италии чтобы там это до сих пор частично сохранилось да 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 вот и действительно и самое главное что он открывал это в декабре годовщину женитьбы на своей супруге которая у него была она такая все время вымочила что ты куришь не кури а он курил постоянно и все знали что в ее присутствии курить нельзя потому что она просто мозг вынесет моментально вот ну конечно когда он уже строил свирскую ГЭС настроение было не такое потому что он видел кто строит если первую электростанцию гидростанцию извините строили ну реально за пайки буквально причем за такие за простые пайки мясные пайки выдавали за тяжелые работы то свирскую уже строили зэки Графтео об этом от этого было не очень хорошо и после войны у него уже был такой авторитет что Сталин думал что же с ним делать его просто перевели в академики ну это как бы почетно но ты отстраняешься от общественной работы и вот он соответственно в этом электростанции в техническом институте работал целое поколение поколение ученых инженеров были выпущены здесь и это конечно выдающийся человек ну который имя которого слава богу отображено и в нашей топонимике и это то чем Советский Союз может и должен гордиться вот такими людьми да честь и мухвала здесь у нас находится единственная сохранившаяся в Петербурге церковь по проекту Константина Тона ну как она кастрирована там раньше были купола Константин Тон это человек который у нас построил Екатерининскую церковь на Старопетерговском проспекте с этого начался вот этот вот путь поиска русско-византийского стиля Веденская церковь соответственно напротив современной станции метро Пушкинская это полковой храм Семеновского полка дальше церковь Святого Мирония на углу соответственно нынешнего Витебского и Ободного канала затем Благовещенская на нынешней площади Труда полковая церковь Конного полка а вот это была церковь она сначала строилась как прихожская но потом она была для леевых гвардии Гренадерского полка который располагался здесь неподалеку там жил отчим Блока Александра и сам Блок там тоже жил в их казармах соответственно и он сюда ходил в эту церковь затем ее отдали под электротехническую лабораторию самая интересная история с ней случилась во время Великой Вечественной войны значит здесь расположился командный пункт краснодомянного нашего Балтийского флота значит вот здесь у нас есть несколько замечательных иллюстраций ну вот эта церковь как она выглядела изначально при ней была часовня которую сейчас хотят восстановить она не здесь стояла на берегу нефки а это вот кстати взрыв последствия взрыва дачи Петра Аркадьевича Столыпина о чем мы с вами будем говорить так вот здесь в подвале располагался ну то есть вот этот бункер атрибуции к которому мы сейчас направляемся здесь соблагался командный пункт а там соответственно ну не зал конечно да место где они собирались вот этот бункер он был создан в 42 году для координации действий всего нашего Балтийского флота были проложены же по дну Ладожского озера все коммуникации электричество связь и так далее причем строили ну вот знаете я его слепил из того что было то есть вот что было в наличии тут конечно есть железобетонные конструкции но видите даже все равно не понятно что здесь написано мы же не будем это читать да у меня кстати я договаривался в свое время даже сюда тут ребята волонтеры они это все дело восстановили вот корабельную броню да значит просто с кораблей снимали вот эту вот броню и сюда пиндюривали он был обложен мешками с хлопком видите вот эти вот деревья ну то есть на самом деле тут все было сделано так во-первых место было выбрано такое да на отшибе никто об этом не знал абсолютно и немцы так до конца войны и не выяснили откуда ведется ну где координационный центр который все обеспечивает а вот это все находилось вот здесь вот благополучно да ну и заканчивая тему с Леонида Борисовичем Красиным когда новая власть пришла ну выяснилось что коммунизм коммунизмом а ты не можешь существовать изолированно во всем мире то есть тебе нужны люди которые будут там ну с кем-то договариваться значит Красин участвовал в переговорах с немцами и он на самом деле был единственным кто вел ну реально вот не краснообайством занимался а деловые вещи он говорит ну давайте как бы вы нам уголь мы вам там не знаю лен и немцы такие сразу ага вот это вот это интересно да а потом он соответственно организовал монополию ой это я был одним из инициаторов монополии торговли до Советского Союза будущего ну и в Лондоне он конечно очень много сделал потому что там ему естественно предъявляли типа верните нам наши деньги а он говорил ну знаете деньги мы не вернем а вот давайте мы еще вас заем попросим ну и англичане были конечно пол вообще ауте такой наглости но интересно то что Красину удавалось ему удавалось действительно даже с такими снобами как англичане там несмотря на все эти там кирзоновские происки и так далее он их убеждал в том что надо торговать надо торговать и действительно шли буйные дебаты бурные дебаты в английском парламенте на тему того возобновлять или не возобновлять торговлю с этими клятвыми большевиками в итоге возобновили большое спасибо за это Красину умер он в 24 году и перед этим он успел это он один из тех людей может быть даже ключевая фигура которая настояла на том что ведь когда умер Ленин Крупская писала что не надо пожалуйста ни памятников ничего вот этого всего не надо Владимир Ильич этого не любил и не придавал тому никакого значения но кто будет слушать Крупскую так вот именно Красин был одним из инициаторов бальзамирования тела Ленина потому что кореш его Богданов работал в институте перегревания крови и там была вот эта история там Замков в этом участвовалось вообще ну они где-то там подспудно верили что когда-нибудь мы победим смерть и может быть мы даже научим ся воскрешать мертвых поэтому сейчас это конечно тема для такого комикса постапокалипсического на Владимир Ильич такой в итоге ожил что ноу представляешь как бы он охренел бы если бы он восстал да он приходит а тут Макдональдс низкопоклонничество перед западом а если бы Сталин бы воскрес он бы просто вот там бы удавился да причем я думаю первым был он расстрелял этих коммуняк которые в американских интернетах сидят и мемасики на него делают видишь Шварценеггера вот и я думаю они бы первые бы ушли в небытие да так вот здесь у нас есть такой памятный знак его восстановили он был установлен еще до революции потом мы естественно снесли потому что Столыпин в советское время равно предателю Родины и все такое прочее я сейчас достану еще одну книжку кстати Красин еще покровительствовал такому персонажу как Камо все экспоприации Камо ну я не употребляю слово грабеж чтобы не задевать чувства верующих да экспоприации они все были осуществлены под координацией Леонида Борисовича Красина вот блин это не та книжка это я уже показывал они просто обе красные поэтому я взял вторую красную книжку я ее уже много раз показывал Григорий Кан да Наталья Климова жизнь и борьба значит а здесь прям по по часам описано это событие случившееся в 2006 году значит кто его сделает сейчас покажу квартира где делались бомбы на Большоморской принадлежала вот этой замечательной барышне Наталья Климовой миленькая да причем вот здесь вот она как-то уже менее миленькая вот это она это она уже соответственно это охранка а это ее муж любовник соответственно ну он не Иванов он Соколов в смысле Иванович да Медведь его была кличка партийная значит в смысле если вкратце были сделаны три бомбы весом примерно по 6,5 килограмм сюда они приехали опоздав буквально несколько минут в субботу на даче у Столыпина ведется официальный прием каждый любой человек мог соответственно приехать и попасть к нему с каким-то там прошением они опоздали потому что очень боялись того что ну бомба встряхнется и взорвется вот Красин как раз мечтал сделать такие бомбы которые бы при стряске не взрывались бы и двое из них были одеты в одежду жандармскую а один из них был одет в сейчас я просто найду это место да вот один из них был в смысле двое из них в жандармскую одежду один из них в гражданскую значит пройдя вестибюль вошедшие потребовали от швейцара Клементьева записать их на прием к Столыпину значит Клементьев объяснил что все цигель-цигель приезжайте в следующую субботу запись закрыта они стали настаивать и тогда я просто эти фамилии не помню значит охранный агент Казанцев заметил что во-первых у одного из офицеров накладная борода а у двух других у них вот это головной убор не соответствует буквально за две недели до этого принятым новым регламентом то есть поменялась форма головного убора они об этом не знали ну плюс еще у них у каждого в руках по три по большому чемодану представляешь сейчас к Путину такие приходят ну не к Путин к Шойгу да к Шойгу приходят с такими да с чемоданами с такими да с накладными бородами и в милицейской одежде да мы на прием можно нам да вот и этот Казанцев крикнул начальнику охраны замятия но ваше представительство неладное дальше расходятся сведения с какими криками они это сделали там да здравствует Россия народ анархия бла-бла-бла кинули и в 15-16 это все взлетело на воздух значит в результате было убито пострадало более 60 человек 24 включая трех террористов скончались на месте а еще 7 умерли от рам в течение недели после взрыва значит погибло 5 женщин в том числе няня детей Столыпина юная Асташкевич некая дама на 8 месяц беременности и 40-летняя жена губернского секретаря Истомина вот эта история меня просто убила значит последняя в связи с безвестным отсутствием мужа добивалась пособия от казни и чтобы разжалобить Столыпина пошла к нему на прием с 5-летним сыном Владимиром ребенок также был убит при взрыве ну тут во-первых интересно вообще контекст что ты можешь у тебя муж пропал и ты можешь прийти к министру и попросить у него денег ну типа мужа нет дайте мне денег да это первый момент а второй момент то что да а второй момент то что нет я проверяю звук идет нет ну то что вот ребеночка она взяла да и он погиб значит сам Столыпин не пострадал у него перед ним стоял чернилис она перепрыгнула через него облила ему лицо пострадал его сын но сына быстро выходили а у дочери были раздроблены ноги и вообще шла речь об ампутации но ей удалось выходить ампутации не случилось но она осталась инвалидом и вся оставшаяся жизнь интересно заявление БОМ это болевая организация максималистов я вполне удовлетворен это Соколов писал директор БОМ эти человеческие жизни свора охранников их стоило перестрелять каждого в отдельности Столыпин да но дело не в устранении они должны знать что на них идет сила важен размах Столыпин дает смысле что им не удалось убить Столыпина или например большинство погибших при взрыве лица прикосновенные к делу угнетения народа прямо или косвенно недостойны и не заслуживают к сожалению скорбя лишь о тех пострадавших которые совершенно не причастны к порабощению народа равно как и о детях хотя это и его дети мы думаем однако что эти жертвы и страдания ничто в сравнении с жертвами и страданиями которые вынес и будет выносить русский народ от руки Столыпина потрясающая риторика это вот понимаете в этом вся Россия вот что терроризм дали сон что эти гребаные сталинские репрессии да убивали но ведь зато какая страна была построена развалившаяся благополучно вот мы все время живем по такой схеме ну убили но зато время было такое еще отличный отмаз вот Соколов мог сказать ну время такое было надо было приехать взорвать дачу ну и что вы после этого хотите естественно Столыпин для которого это уже было дело не просто государственное а личное да ну чушь наверное мести да система военно-пылевых судов вас хватают в течение 24 часов судят и как правило выносят смертный приговор и приводят его в исполнение в результате было убито почти 3000 человек но согласно книжке вот Анны Гейфман от рук террористов погибло 17 тысяч человек представляете да ну и потом сравните эти 3000 с тем что потом у нас случилось да я никоим образом не оправдываю Петра Аркадьевича Столыпина он был на самом деле безвыходным положением в нашей стране вообще очень сложно находить компромисс а он пытался его сделать да его найти плюс они очень конфликтовали с Витте хотя оба мне кажется были одним из выдающихся персонажей начала 20 века Столыпина все равно убили в 11 году в Киеве это тема отдельного рассказа вот сейчас здесь восстановлен этот памятный знак ну а закончить мне бы хотелось так много сняли что аж карта памяти заполнилась пришлось заменить вот там вот видите прекрасное прекрасное красное красный кирпич дело в том что до революции эта фабрика принадлежала одному купцу фамилия из которого у меня естественно вылетела из башки помнишь он был Иван Иванович и сын у него был тоже Иван Иванов нет не Иванов нет значит сын у него тоже был Иван и тоже Иван Иванович значит сына дела не задались и он соответственно отдал это своему то ли тесте то ли зятю по-моему фамилия Соков у него была это не столь важная сам себя объявил банкротом застраховал фабрику застраховал фабрику когда дела наладились потребовал фабрику обратно а тот не захотел и что он в итоге делает он и поджигает он и поджигает но есть кстати даже из всемирной иллюстрации картинка которую я сейчас подставлю изображающая пожар на этой фабрике но расследование показало что это был поджог поэтому никаких тебе соответственно денег за страховку вот потом это фабрику выкупила английская компания которая производила нитки да она стала называться Невка по соответственно названию этой прекрасной реки которая здесь протекает ну вообще в принципе вот эта выборгская сторона и фабрики здесь стояли по по это предлог лексикон закончился хотите посмотрите здесь у меня клипец такой в моем репертуаре называется книжная там есть фраза про то что в бараках на выборгской стороне мы загибались вот собственно вот там вот в бараках на этой самой выборгской стороне в этом клипе я там в образе чекиста братана да 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 стреляю молодую книжну а потом справедливость торжествует нижнем ногороде снимали да в общем действия делали нитки и феврале 17 года ну праздник 8 марта уже существовал но он не был как сейчас принято международный женский день нет такого не было соответственно тем не менее ведь 23 февраля и 8 марта это новый старый стиль значит это замечательный день работницы этой фабрики они что-то решили что хоры да хотим поднять зарплаты хотим то есть все война идет инфляция женщинам платили всегда меньше чем мужчинам причем за одни и те же действия ну баба не человек потому что ну согласитесь хорошее было время да феминистки one love вот значит и они вышли все они закончили работу сказали все аут их пытались так сказать призвать к порядку нет они вышли и пошли но не по набережной они пошли по большому самсонинского проспекту значит с требованиями хлеба денег и всего остального и к ним потихонечку со всех окрестных фабрик что-то ну мужики видят что-то бабы идут да а мы что бабы идут а мы что стали присоединяться и так они короче до Чаполя вообще не перешли соответственно ту сторону февраль можно было вообще по льду Невы перейти и все и вот с этого началась февральская революция да то есть имеется ввиду именно в народных массах поэтому потом уже в советское время эта фабрика называлась красная нить вот именно ну то есть нить понятно может быть и красный и синий и черный да но она не называлась черная нить и она называлась розовая нить в советском ставите фабрика розовая нить нет она называлась красная нить именно по этой причине да то что эта фабрика сыграла одну из ведущих ролей в деле свержения монастического строя опять таки вот заступаясь за большевиков хочу сказать что царя свергли не они это то о чем многие вообще забывают это один из самых достойных мифов нет они царя не свергали и вообще они тогда к этому практически никакого отношения не было система была уже настолько гнивая что царя свергла фактически аристократическо буржуазная клика назовем это так исходя из лексикона советских историков но это правда это действительно правда вот ну на самом деле пока мы шли естественно я там мог рассказать вам много чего другого там и про тот же самый ботанический сад и про ряд домов мимо которых мы проходили но вот у меня сегодня была вот эта задача да и хозяин барин значит сейчас вам будет небольшой закадровый анонс и вообще набор новостей от меня экскурсии идут с четверга по воскресенье возможно появится еще среда когда я буду экспериментировать с принципиально новыми маршрутами но пока не знаем анонсы есть на сайте все это можно найти внизу также напоминаю что у меня есть канал в телеграме если кому-то удобнее пользоваться этим ресурсом то пожалуйста продажи есть три книги за моим авторством путеводитель по Невскому проспекту книга о пиаре во время русско-японской войны и остросоциальный роман корень их можно купить как на сайте так и после экскурсии после экскурсии я естественно их подписываю ну а на этом все с вами был собственно гид Павел Перец пишите свои комментарии приходите на мои всякие разные мероприятия посылайте мне проклятие поцелуи и объятия увидимся оффлайн и онлайн пока пока